Вашему вниманию доставляется доклад на тему «Антибиотикорезистентность и пути ее преодоления». Антибактериальные препараты являются неотъемлемым компонентом комплексной терапии гнойно-воспользовательных заболеваний в терапевтической и хирургической практике. Рациональное и обоснованное применение противомикробных средств в большинстве случаев влияет на неэффективность проводимого лечения и зачастую определяет исход за терапией. В период пандемии новой коронавирусной инфекции имело место неоправданно широкое и бесконтрольное применение антибактериальных препаратов среди населения, находившегося на амбулаторном лечении, что в свою очередь сыграло роль в нарастании антибиотикорезистентности микроорганизмов. Было задокументировано, что около 72% пациентов с подтвержденным COVID-19 получали лечение противомикробными препаратами, тогда как только у 8% этих пациентов была диагностирована бактериальная или грибковая сопутствующая инфекция. Ошибки при выборе средств стартовой эмпирической противомикробной терапии и режимов дозирования препаратов увеличивают сроки пребывания больных в стационарах, утяжеляют течение заболевания и повышают риск развития тяжелых осложнений со смертельным исходом, приводят к удорожанию лечения, а также росту антибиотикорезистентности. Целью данной работы было определить бактериологический профиль УЗВО ВККБ-ПСМП номер 1, установить доминирующие микроорганизмы, их чувствительность и резистентность к антибактериальным препаратам, выявить изменения в спектре доминирующих видов резистентных микроорганизмов, а также изменения профиля их антибиотикорезистентности в отделениях перепрофилированных для оказания помощи больным COVID-19 в динамике за 2019 и 2022 годы. Проведен анализ данных бактериологического исследования биоматериала на патогенную микрофлору у пациентов, поступивших в УЗВО ВКБ-ПСМП номер 1. Критерием включения являлось выделение патогенных микроорганизмов у пациентов с основными клиническими симптомами гнойно-воспалительного процесса. Лихорадка, нейтрофинный ликоцитоз со сдвигом ликоцитарной формулы даюных флом, высокий уровень С-реактивного белка. Оценивались результаты 2810 бактериологических исследований биоматериала госпитализированных пациентов с определением чувствительности к различным группам антибактериальных средств. Изучена идеологическая структура возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний у пациентов, госпитализированных в УЗВО ВКБ-ПСМП номер 1 в 2019 и 2022 году. Идентификацию бактерий проводили культуральным методом бактериологических посев согласно нормативным документам, регламентирующим работу бактериологических лабораторий. Определение чувствительности к антимикробным препаратам осуществлялось дискодиффузионным методом. Интерпретацию показателей выполняли в соответствии с методическими указаниями геокаста. Результаты В структуре возбудителей бактериальных гнойно-септических заболеваний в отделениях терапевтического профиля лидируют клепсиала, пневмония, в 2019 году 36,92%, в 2022 году 51,37%, грамм отрицательной неферментирующей палочки, в 2019 году 20%, в 2022 году 22,33%, и шерихия колия, в 2019 год 13,08%, в 2022 год 17,12%. В структуре возбудителей бактериологических гнойно-септических заболеваний в отделениях хирургического профиля и шерихия колия в 2019 год 28,01%, в 2022 год 33,67%, в 2019 год 8,5%, в 2022 год 9%. При анализе антибиотикорезистентности и шерихия колия к цептозидиму в 2019 и 2022 году была замечена тенденция к увеличению количества случаев. В отделениях перепрофилированных для лечения больных с подтвержденным COVID-19 отмечается повышение резистентности с 2-х случаев резистентности на 5 проб до 3-х случаев резистентности на 5 проб. В поэмонологическом отделении с 41-го случая резистентности на 74 пробы до 52-х случаев резистентности на 86 проб. В урологическом с 5-ти случаев резистентности на 46 проб до 20-ти случаев резистентности на 59 проб. В то же время в других отделениях, которые не функционировали для лечения больных с COVID-19, такого роста не отмечается и даже отмечается тенденция к снижению в отдельно взятых структурах больницы с 8 резистентных случаев на 24 пробы до 4 резистентных случаев на 30 пробы в травматологическом отделении, с 5 резистентных случаев на 21 пробу до 3 резистентных случаев на 26 пробы в терапевтическом отделении. Аналогичная ситуация складывается с торхиноломием. Отмечается рост антибиотикорезистентности в отделениях, перепрофилированных для лечения больных с подтвержденным COVID-19, с 47 резистентных случаев на 101 пробы до 56 резистентных случаев на 120 пробы во втором хирургическом отделении, с 15 резистентных случаев на 27 пробы до 22 резистентных случаев на 36 пробы в пульмонологическом отделении. В отделениях соответствующего профиля, но не функционирующих для лечения больных с COVID-19 подобного роста не наблюдается. При этом все выделенные штаммы Эшерихия-Коли в отделениях обоих профилей были чувствительны к имепенемам и репенемам в 2019 и 2022 годах. Исходя из этого, можно сделать вывод о принадлежности штамма Эшерихия-Коли к группе полирезистентных штамм. При оценке антибиотико-резистентности клипсиэлопневмония, являющейся наиболее часто выявляемым в отделениях терапевтического профиля, также отмечается увеличение числа выделяемых штаммов в продуцентах Белл-РС. Также отмечался рост резистентности клипсиэл к аминогликозитам третьего поколения. При этом все выделенные клипсиэл в отделениях обоих профилей были чувствительны к имепенемам и репенемам в 2019 и 2022 годах, что позволяет отнести клипсиэлопневмония к группе полирезистентных штаммов. Таким образом, при проведении сравнительного анализа результата бактериологического мониторинга в отделениях БУЗВО ВКП БСМП номер 1, которые были перепрофилированы для оказания помощи больным COVID-19 в 2020-2022-2021 годах, установлено статистически достоверное увеличение числа резистентных штаммов грамм отрицательных микроорганизмов семейства имперобактериос, продуцентов Белл-РС. Подвергшихся анализу штаммов микроорганизмов продемонстрировали нечувствительность даже к фторхиналонам и аминогликозитам третьего поколения, что указывает на увеличение числа штаммов полирезистентных микроорганизмов. В отделениях, не оказывающих непосредственную помощь в лечении больных с новой коронавирусной инфекцией, аналогичного роста антибиотикорезистентных не отмечено. В заключении хочется сказать, что устойчивость к антибактериальным препаратам является актуальной мировой проблемой и считается Всемирной Организацией Здравоохранения одной из самых больших угроз для глобального здравоохранения. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и связанная с этим проблема широкого, зачастую бесконтрольного применения противомикробных средств, оказала негативный вклад в распространение проблем антибиотикорезистентности. Результаты проведенного настоящего исследования подтверждают данный тезис. Ужесточение контроля, назначение и отпуск антибиотикорезистентности, повышение уровня знаний медицинских работников и пациентов в вопросах рационального применения препаратов этой группы позволит оптимизировать терапию инфекционных заболеваний и сохранить эффективность имеющихся в настоящее время средств противомикробной терапии. Спасибо за внимание. Продолжение следует...